Сегодня маринуем капусту. Капусту я порезала вот на такие сегменты и для моей емкости ее понадобится приблизительно 800 грамм. Две сырые свеклы порезала вот на такие половинки. Одну головку чеснока я разделила на зубочки и нарезала его вот такими тонкими слайсами. И теперь на дно емкости, в которой будем мариновать капусту, у меня это кастрюля, я выкладываю несколько вот таких половинок свеклы, немного чесночка и прям вот такими кусочками, не разбирая, я буду выкладывать капусту. Вот так стараться, чтобы не было просветов больших. Опять несколько кусочков свеклы, чесночок, приправим все это перцем. И чтобы сделать капусту острее, я немножко добавляю красного острого перца, совсем немножко. И укладываем второй слой. Вот так, постоянно перекладывая свеклы и чесночком. Снова приправляю перцем и немного острого. И теперь для капусты нужно сварить маринад. Маринад я делаю из расчета на 1 литр воды. 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, штук 10 горошин черного перца и пару листочков. И довожу до кипения. И как только рассол закипел, я вливаю в него 60 грамм растительного масла и 60 грамм уксуса 9%. Довожу опять до кипения и выключаю. И сразу же этим горячим рассолом я заливаю капусту. Накрываю тарелкой и ставлю такой вот небольшой груз. Под таким гнетом я капусту оставляю ровно на 1 час. Час прошел, я убираю груз. Вот капуста у меня полностью в рассоле. Тарелку я просто переворачиваю. Накрываю крышкой. В таком рассоле капуста будет мариноваться ровно 1 сутки при комнатной температуре. И затем она уже готова к употреблению. Но я еще, кроме этого, держу ее в холодильнике еще 24 часа. То есть еще 1 сутки. И после этого капуста становится идеальной. Прошло 2 суток и капуста готова. Свекла ее окрасила в такой красивый насыщенный цвет. Для этого она нам и нужна была. И можно ее пробовать. Капуста получилась великолепная. В меру острая, хрустящая. Попробуйте приготовить ее сами. И вы поймете, как это вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!